У меня самый точный удар в мире. Некоторые игроки бывают на волоске от вылета из турнира, начинают играть расслабленно. Некоторые, наоборот, играют уныло, с пораженческим настроением. Павел, похоже, начал играть более-менее расслабленно, но в то же самое время с матчем не простился. Чем ответит Артур? Чужой с выходом на середину, конечно же, не признает поражение в партии. Понятное дело, Павел слабо дня не видит ничего вокруг себя. Он видит только два шара и предвкушает контру. Свой на середину пошел. 36 минут продолжается партия. Ну, сейчас панель и пропал. Очень далеко от лузы. И первая реальная возможность Артура Пивченко сыграть матчбол. С припрыжку полетел шар. Сел Иван Царевич на коня и поскакал. Сложнейший чужой. Ну, молодец. 4-4. Павел Слободняк и Артур Пивченко встретятся в контре. Поправили по вашим просьбам камеру на матче Плотников-Балов. Там 2-4. Павел Плотников ведет серию. Матчболь. Матчбль у него подвисает. Александр Бойко провел 2-0 вот в встречу с Видаем Дрангуем. Украинец обыдгивает Молдаванина. у нас неизменно всё. Продолжаем играть контру, хотя надеюсь шарик меньше стало. Важно конечно, что этот шар добыл Павел Слободняк. Тем не менее концов тем не видно. Чужой для Артура. Ого. Был уже Чужой Артура в прошлой партии. Матч в бой мой Чужой. Толстовато, тоньше надо было попадать. В другой ситуации я бы назвал этот шар несложным. Чуть-чуть позволил себе расслабиться в середине матча. Теперь за это приходится расплачиваться. Середина. Близится к завершению, к развязке. Это безумная контра. 7-7. В последнем шаре выясним отношения. На столе номер 13. Ой-ой. Привстала половина зрителей в зале, а мощно наблюдает реальный человек 30. Не стал играть Чужого. Артур Пивченко предложил примерно такой же Чужой, но капельку попроще, Павлу Слободняку. Шар невероятно трудный. На разминке Павел таки и забивал. Удар на 25 тысяч рублей. Да нереально. Такого не бывает. Павел Слободняк колотил Чужого через весь стой на резке и вырвал победу Артура Пивченко, проигрывая по ходу матча, по ходу контра.